И всем снова доброго денечка, доброго утречка. Мы идем, мы уже на территории университета Грославского. Тут есть очень красивый зал, я хотим вам показать, но не можем найти вход. Я называла это здание Адмиралтейством, когда мы проплывали на круизе, как только я его не называла. Но вот входа здесь нет, просто такое длинное здание. Вот Наташа, Наташа, привет. А входа нет. Мы ныряем в арку за студентами, может за студентами, может нет. Нет, вот поверьте, если найдем и зайдем, здание очень красивое. И один из залов просто фантастика. О, зато находим гномика, значит день уже удастся. С зонтиком, да? Кстати, сегодня дождик обещали. Домик с зонтиком. Красотунь. Вот карта города. Вот туристы, видно, что смотрят карту города. Ой, как здесь красиво. Красивый фонтан. Стеклое здание. Что-то не было. Вот там осоление он находится. Нет, за ним. Ну, за ним, вот там именно по направлению. Какая здесь площадь. Вот здесь фонтан. Красивый фонтан, он уже верхушка Росфорского универа. Помните, я думала, что эти вот звезды вот на верхушке карта. Это как морской знак такой. Ага. А это на самом деле универ. Ну и где же вход? Кстати, почитали мы, что вход закрыт по средам. Вчера была среда, и мы не пошли. Вчера была среда, и он заходил по средам. И, ну, такие вот праздники, вот такие вот, как бы, Новый год, всякие национальные праздники. Вот, он закрыт. Ой, смотри, это новый дом построили. Такой взяв нашел. Реконструировали, навряд ли. Вот так, ну он туда может... А вон еще гномик, кстати, я уже вижу. Я его тоже видела. Я уже тоже. Ты дала мне шанс найти его через камеру. О, сюрприз. Кстати, очень красивая дверь. А ну-ка, дай-ка... Сапфировая такая. Сейчас подойдем, увеличим. Посмотрим с вами. Дверь красивая такая. О, вообще. Это вот как вход Аладдина. И гномик ученый. И гномик ученый. А это гномик ученый в маньке и причем. Они все маленькие. Ну, это же гномики. Маленькие. Так. Ну, я надеюсь, в эту косу мы пойдем сегодня. А, вот же музей написано. Да, я не знаю. Музей, да, музей. Да, вот он, нашли. Смотрите, вот. Очень смешное название. Зал Леопольдина. Но там такая красота. И вот, правда, смотрите, в среду закрыта. Так интересно, по средам. Ни по понедельникам, ни по другим дням. Постаним. Сейчас, я надеюсь, купим билеты. Десяти до семнадцати. Десяти до семнадцати. И вперед. Этаж, заходим. Такие каретки проезжают. Так. Главное, не навернуться. А еще хочу показать вам всю красоту. И очки бы мне еще снять. Давайте с тобой с ним. Да ладно, ладно, ладно. Сейчас давай я немножечко покажу. Все-таки вот этот вход. Красивый. Здесь билеты. Ага, билеты. Наверное, по шестнадцать, да? По шестнадцать и четыре холода. Почему надо брать? По шестнадцать, по двадцать. А если четверо по двадцать? Ты не понимаешь. Это четыре зала, я так разумею. Нормально двадцать. Это дети шестнадцать. И, наверное, это семейный сорок. Все. Да, я так понимаю. Ну, кстати, еще и всякие проспекты. Ну, давай, покупаем билеты. И все. Идем. Где-то по двадцать. Вот. Во все четыре зала нужно брать. Главное, Леопольдин. Красотень вообще. Так, ну что, идем. Как бы... Ораториум. Ага, первый, да? Да. День добрый. День добрый. Значит, сюда. Проходим. Я вам обещаю, будет круто. Мы первый зал. Ораториум. Орновается зал. Ораториум. По-моему, здесь вручают дипломы по правке, если мы что-то ошибаемся. Ну, что-то не знаю. Я просто уже такую красоту вижу, что я не хочу ждать. Ага. Бокаток в карьеру? Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. У меня даже слов красота нету. Я не буду видеть красота. Я просто не знаю. Я просто в шоке. Ну, я бы хотела, чтобы мне в таком зале-то диплом вручили. Ой-ёй-ёй. Так, расскажи. Орнов, мы чём, она сеть, что-то чапал, 1728-1741 годов. Какие балкончики, какие залы. Так, сейчас кину рюкзачок и пройдём. Просто с вами про всех этих... Здесь, если я правильно понимаю, здесь выступал Никола Паганини. Правильно? Аутстейн, Мьюзиканс, Перформанс, Зе. Интер, Элоэс, Никола Паганини, Бранц и Карл Випинский. Ну, почему бы нет. В таких залах, я думаю, они были достойны выступать в таких залах. Давайте пройдём с вами и посмотрим. Вот это универ. А знаете, что вот многие идут только в Леопардину. Я теперь просто думаю, а Леопардина это тогда что? Ой-ёй-ёй. Вот это зал. Тут, наверное, сидят, значит, выпускники уже на сцене, что ли. А в зале родители? Не важно. Важно, что они в этом зале. Не важно, что они сюда попали. По-моему, где-то я смотрела от 11 до 15 тысяч. Здесь обучение в год стоит. Всевидящее око? А вот, это Свидя. Да, да, Всевидящее око, точно. Кстати, треугольничек знаменитый. Стиль барокко называется? Стиль барокко. Я же говорю, а какой тогда зал Леопардина вообще, наверное? А ты знаешь, потому что некоторые люди говорят, что это больше впечатлил, чем зал Леопардина. Больше впечатлил. Мы с вами посмотрим. Ну вот, я думаю, уже мой лайк заслужили. Красота. Кстати, занырну еще сюда под балкончик. Да, и тут еще тоже есть красивые рисунки. Сейчас покажу вам все. Сейчас еще там покажу. И будем с вами выходить в следующий зал. Такая красота. Направляемся с вами дальше. Так, вышли из аудиториума. И заходим напротив здесь зал. Нам еще тут не зачеркнули. Мы не знаем, какая зала еще. Ибо здесь три, но какие там маленькие три. Так, сейчас узнаем. Большие таблички нас здесь встречают. Это какая зала, Наташа? Покажи. На билете отметили. Вторая выстава экспозиции. Они вот так и смеялись. Сейчас я хочу полностью здесь показать просто, чтобы у людей было представление, что это такое очень красивые гербы. Смотри. Это прям университетские, что ли? Не знаю, где-нибудь там, но где-нибудь там. Так что сейчас покажу вам. Коротко при зале. Ой, такие стулья парты. Уже думала, что парень здесь стоит. Это же не живой? Шпага у него классная. Какая-то фехтованием занималась. Следующий такой. Так я тоже такая. Думаю, это не живой. Думаю, сейчас потрогаю, а он живой. Сейчас как-то поднадаст мне. Это уже другая зала, что ли? Слушай, это ломантир студента. Я правильно понимаю? Официальная форма студента. Да ты что? Вот это все форма была. Основанная 22 июля 1910 года. Мета-физика. Это факультет метафизики. Может, получается, женщины тоже? Не знаю, может, тут еще есть только мужчины сначала. Ух ты! Ну, кто у нас здесь в метафизике? Ставьте лайки. А это мета-анатомия, я чувствую. Сейчас, подожди. Тут я вот здесь вот увидела уже. Ух ты! Скелет? Не, ну, я думаю, что нет. Так, ну давайте мы сейчас быстро с вами пробежимся. Так, давайте вот этот зал, чтобы я не перебегала от зала к залу, покажем вам. Ага, здесь все анатомические или какие-то... Анатомические или что это такое? Или геологические кабушки. Это породы уже идут. То есть там анатомия, это породы. Много всего в одном зале. Факультет философии и сайнс, и науки. Угу. То есть тут в ящиках и бабочки есть. А, ну, то есть и биологии, и всякое интересное другое. Ага. Вот такие прикольные. Снова забыла, как он называется. И лягушки всякие. Ага, ботаники. Так, вот это вот сейчас последнее самое посмотрим. Сейчас я быстренько вам покажу. Ммм, всякие науки и солнце, и, наверное, это какие-то... Тут написано агрикал, что это сельскохозяйственное. Сельскохозяйственное. Я бы сказала, что это какие-то... Тут, наверное, что-то можно дёрнуть, и оно поедет. Давайте дёрнем. О, господи, фу. Так поехала. Ну всё. Больше дёргать не будем. Тут чуть не вылетело. О, это мне нравится. Сельскохозяйственное. Ага. Я из этого только знаю астролябию, если тут так и есть. Конечно, это вот астрономия факультета, да, я думала. Ага. Всякие исследования, холсты, ну, красиво. Даже, кстати, можешь там дёрнуть, и там тебе что-то выйдет. Я уже дёргала. Смысл? Ну, дёрни, только аккуратно. Зачем? Ну, там что-то тебе выйдет. Я этот дёргала уже, дёргай следующий. Вот, такой вот, красивый. Причём, такой, знаете, на фанерочке. А, это каталог, каталог растений. Красиво. Ну что, впечатляет, впечатляет универ. Давайте с вами идём дальше. Ну, тут книжки. Книги, простите. Тут книги. Много всех наук. Ну, тут всё-таки, наверное, астрономия, подсчёты. Так, увеличим. Физика. Философия. Ну, книжки, наверное, не так и интересно смотреть. Афиши всякие. Ну, тут уже все. Все книжки. И давайте не будем утомляться. Пойдём посмотрим на другие залы. Так, всё ещё мы в экспозиции. Здесь же мы один зал прошли. Уже здесь такой, как бы, со скульптурами. Ну, тоже вижу анатонию. Скульптуры. Тоже давнена старина. Сейчас вам быстро покажу его. Ну, красивый, конечно. Нужно ходить, рассматривать. Ну, я думаю, что при этом нужно находиться в самом музее. О, животные здесь прям. Господи, жалко как. Да, ну. Мне такое не нравится. Здесь вот скипетры, видимо, королевские. Что это такое? Скептры. Да, видно скипетры. Вот такие наряды. Прям вот красота. Действительно, я так сохранился. Ну, ух ты. Прям вот всё чётенько, всё классно видно. Я только в фильмах такое видео. Вот. И снова скипетры и украшения. Ну, так же будет зал такой, конечно, интересный. Впечатляющий. Ну, наверное, уже сейчас доснимаю ещё. Вкратце вам покажу. Много историй, много всего. Ну, впечатляет, впечатляет. Наташа здесь обратила внимание. Визитница красивая какая. Нет, это коробочка для визиток. 1875 года, Германия. И вышито, вот декорировано этим бисером. То ли вышито, то ли реально приклеено. Но очень красиво всего. А помнишь на бал эти штучки, которые мы на Блошином рынке видели? Да, тоже красиво. Посмотри, какой альбом. Альбом выпускников? Нет, сейчас тебе скажу. Он здоровый. Вот моя рука, вот альбом. Ну, я не знаю, у меня тут три ладони, наверное. 1900 год. 1900 год. Royal University. Ага, Королевский университет. Вот здесь, возможно, вы увидите королей. Да. Наташа обращает внимание. 1920 год. Смотрите, цвета человеческих глаз. Я так понимаю, это профессор доктор Рот Марсин. 1920 год. Это очень... Ага. Я не знаю, вам видно. Вот это точно в левом углу, в нижнем карий. А потом серый, в правом, в нижнем. Не, ну вот идут, смотри, сверху вниз. Я просто вижу, я вижу, как бы нахи, не знаю, в новую камеру. Переходящий в серый, зеленый, потом синий. Но это, конечно, не все цвета глаз. Красиво так. Ну, интересно, Боже. На меня будто смотрят чудовища с двадцатью глазами. Слушай, надеюсь, что я натуральный. Соснадцатый, простите. А может, натуральный, кто это знает. О, остров Тумский показывается только что. И вообще много всего показывается. Тоже интересно, кстати, посмотреть. Нет, все еще мы из зала выйти не можем. Наташа внимательно читает. И это мантия ректора университета. Мантия ректора, а эти скипедры принадлежат факультетам. Какой первый? Математика. Дальше. Философия. Это медицина. Медицина похожая. Это право. Право. Это теология. Теология. Приблизь какие-то всякие фигурки, да, классные. Теология. Теология. И последний? Чего? А, а это Львовского университета. Векторский университет. А, Львовский университет. Смотрите, как и Наташа молодец. Поставьте лайк, пожалуйста. Так, а дальше мы поднимаемся уже. Выходим из экспозиции и поднимаемся вперед. А, так вот этот сушь, что написан еще на лестнице, это графство и земли Селезии. Вот это вот на этой лестнице. Вот такая Селезия. Боже. Это область. Столько я не знаю, где. Столько область, столько я не знаю, где. А может в Чехии? Потому что мы же знаем с вами, что Брослав был и в Чехии, и под Чехией, и под Германией. А в 45-м году город Бреслау стал польским. Ого, я вам скажу, ого. Вот это универчик. Вот это универчик. Тут думаешь, а, учащиеся, вот я не уверена. Может, выпускники или уже которые последний год, вот, наверное, они здесь ходят. Я думаю, кстати, тут не все допущены. Ага. Вот Леопольдина. Ну что ж. Селезен. Да. Края в Центральной Европе, что находится в Польше, Чехии и Германии. А, ну, конечно, Леопольдина, удиви меня. Ну что ж, да. Аула Леопольдина. Да нет, нормальный, он хороший. Тут уже вот Наташа почитала, что кто-то говорил, что аудиторию круче. А, кстати, Леопольд Первый был основатель университета. По-моему, 1720-е-30-е годы. Ну, Леопольдина тоже красота. Не знаю. Ну, у него какая-то такая давит. Вот это вот. Очень низкая, да? Очень много всего просто. Нет, очень много всего налеплено просто, действительно. Очень много. Да, вместе с темным деревом. Ну, это красиво. Это красота. Сейчас с вами посмотрим. И пишите в комментах, кто вам, какой зал вам больше понравился. Ну, сейчас здесь вот видно, что идут портреты уже. Я думаю, знаменитых людей, которые или преподавали, или учились здесь. Поправьте меня, если знаете. Ну, университет сам сильно впечатляет. Ну, все, идемте, пройдемся уже по этой красоте. Ну, да, вы знаете, Леопольдина немножко давит, потому что очень много всего. Ты просто переключаешь внимание, обращаешь то, то, это. И чувствуешь немножечко, как воздуха не хватает здесь, не знаю. А в Леопольдине, наверное, проходили самые строгие предметы. Интересно, какой предмет самый строгий? Ух ты. А знаете, там лев, видите льва? Прикольно. Типа, как Нарния. Ну, да, люди такие заходят в шоке. Смотрим с вами Леопольдину. Это еще не последний зал. Дыхание стерло, что могу сказать. Он рассказывает. Нет, статуя, основанная по университету Леопольда I, императора Священно-Ребской I, размещена над подиумом. Это над подиумом, наверное, да. Наверное, вот это, да? Статуя. Это вот ты какой Леопольд. У меня Леопольд обычно с котом ассоциируется. Это больше на Леопольда похож. Может, мучерявый такой? Ага. Что-то шучило. Ну вот, как вам, Леопольдина? Пишите, какой зал интереснее. Ммм, красота. Вот это над профессорскими лавками вывешены портреты водопыха. Ну, я уже предположила, что это. Ага, вот это профессорские лавки. Здесь профессора сидят. Ау, вот тут сидят профессор. Вот они. Ага. Здесь вот парта такая вот. А вот мужчина зашел, кстати, и сел. Вот и профессор тебе. Ага. А ну, подержи, дай мне стать профессором. Вот сюда, окей. 25 отжиманий. Прикольно. Профессор Олег. Прикольно, удобно. Вот это вот. Сел, львачок поставил. Удобно. Тут такая партишка. Сану, дай, покажу здесь. Получил зарплату профессора. Да, смотрите. Я думаю, здесь зарплата очень не бедная. Вот. Удобно. Здесь, смотрите, телефончик положил, бутербродик спрятал. Ножки здесь поставил. Удобно. О, класс. Смотри, а вот это вот тут вот. Вот это вот, это ученые и богословы. А, ученые и богословы. Я предположила, знаменитые люди, которые либо учились, либо преподавали здесь. Ученые и богословы. Ученые и богословы. Вот так описано. О, классная Леопольдина. Я даже как-то не знала, что сюда можно зайти и сесть. Так растерялась. Думала, сейчас меня попрут отсюда. А многие люди здесь фоткаются. Ой. Вот он. Университет Вроцлова. Красота. Интерьер был сделан в 1731-1732 годах. Интерьер. То есть универ открылся, я предположила, 20-30-е. 1720-1730-е. А вот это здесь 31-32 годах. Ну, как я предположила. Где-то читала просто. Кристофер Гантке был автором настенных росписей. А Франц Музе Ронгольд та Игнациус Провизора реализовала сдобную эту скульптурную скульптуру. Ну, лепили Леопольдину долго и получилось классно, что я могу сказать. Зайдем сейчас на подиум, посмотрим, что здесь на потолках. Тоже красота. Каташа, давай, давай здесь посидим. На профессорских лавочках посидели. Посидим и здесь. Даже не знаю. Такой большой рисунок. Его прямо не передать. Отсюда. От здесь, от нас все красиво. А это мы на галерке сейчас. Галерка наверху. И вот когда посидишь, уже как-то так действительно впечатляет. Первое, вот это давит темный цвет дерева. Да? Классно. Так, хорошо. А какой зал? Они разные. Они разные? Да, они разные. Ну ты что? Ну, это более представительный такой. По богаче, скажем так. Тут легче. Тут легче. Там легче как-то вот. Тут легче или там легче? Там легче. Там легче. Здесь вот этот темный цвет дерева, он гнетет немножко. И золото, это все растительно. А там вот реально классно. Ну, по-моему, еще что-то подпишите. Мне конечно с собаной педали. Вот это вот на потолке, боже, там такой плос, милый вообще. Супер. Ну, классно. Почувствуй себя профессором. Спасибо.